Приветствую вас! Есть такое, ну, условно говоря, да, есть такое вот понятие, да, как я. То есть есть я, есть другие люди. Вот, есть я, есть, ну, окружающие люди. И у вас, судя по тому, что вы, вот, пишете, вот, у вас нет этого разделения, нет этого разграничения на то, что, ну, разграничение на я, на я и на ты или они. Да, то есть есть только они, а я плохая. Вот, тут ничего хорошего вы о себе не думаете, ничего хорошего вы о себе не представляете. У вас никакой чёткой позиции вообще о себе, да, нет. Скорее всего, как это вижу я, по крайней мере. Вот. И, соответственно, если у вас нет никаких представлений о себе, даже самых вот таких базовых, если вы думаете о себе плохо, то вот, собственно, из этого и раздаются проблемы. То есть, грубо говоря, грубо говоря, насчёт себя у вас позиция минус, то есть я минус. Думаете вы о себе, я минус. Другие люди плюс. Вот. И всё вокруг всё это тоже плюс. Всё это тоже плюс. Вот. И подобное восприятие себя, да, подобная оценка себя, она возникает, ну, как правило, именно из детства. В детстве вы это вот почерпнули. Вот. В детстве вы для себя это выявили. Как? Откуда? Почему? Ну, это нужно выяснять. Вот. Потому что, ну, опять же, на мой взгляд, на мой взгляд, понятно, на мой взгляд, понятно, что вы слабого о себе представления, да, на мой взгляд, понятно, что вы мало, вы мало вообще о себе знаете, о мой взгляд, и родители с вами, они, ну, вот, скорее всего, никак не взаимодействовали по этому поводу, да. Вот. Ну, вследствие чего у вас и возникла такая вот проблема. Идеализация возникла. Возникла идеализация других людей. Вот. У вас. Вот. Соответственно, идеализация других людей можно и нужно убирать, да, то есть снижать, а мнение о себе представлении, а о себе развивать. Значит, что вам можно сейчас порекомендовать, да, ну, для начала, наверное, определитесь с чувствами своими, да, то есть что это, что вот, что за чувства у вас, какие чувства вы испытываете, какие чувства вы подавляете, почему вы подавляете эти чувства, ну, то есть просто вот, причина подавления чувства ваших. Вот. Как вообще так вот получилось, что вы лайчутки начали подавлять в результате чего? Чего? Ээээ это значит первое, ну, не первое точнее, а это вот, одно из важных моментов, да, вот, как вы пришли к тому, чтобы подавить свои чувства. Аргументы в пользу этого, да, то есть почему вы считаете, что можете подавлять своё чувство? И вот это вот для начала необходимо определить, какие чувства и как вы себя подавляетесь. После этого можно уже, в принципе, говорить о самооценке, о том, какая вы и так далее. Все это нужно исследовать, вам нужна работа с психологом. Очень важны барьеры, очень важны, точнее, барьеры между вами и другими людьми, так же здесь тоже нужна вам помощь. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.